Мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Савинцевой Риммы Степановны. Римма Степановна, сколько вам было лет, когда началась война? 17 лет полных было. В 41-м году до 42-го мы были на окопах, нас на окопы гоняли. В 41-м году началась война, и мы к Новому году прибежали из этих окопов, убежали. По ночам шли, чтобы до новой убежать. Но вот пришли только домой, но Новый год прошел у нас, и в начале февраля мне пришла повестка в армию. Начался так ваш Новый год. Поехали на комиссию. На комиссию мама возила. Этот район был за 25 километров от нас. Мы жили в такой глуши, у нас ни железной дороги нету, ничего у нас не было. И бездорожье, грунтовая дорога. Это где же было? Это Морийская ССР, Морийская ССР, Морийский район, Пештанский Светсовет. Деревня, деревня Касьянова. Ну и поехали на комиссию. Ну что ж, на комиссию. Вот это первое мое крещение было на комиссии. Нигде не бывало молодая девчонка, глушь, деревня. Теперь телевизоры. Теперь ведь вот такой ребенок, и он все обо всем знает. А мы были настолько темные, что в школе учились, что нам говорил учитель. Мы только это и знали. Больше ничего. Конечно. И дома мать с отцом. Вот. И ничего больше постороннего. И вот приехали с мамой на комиссию, сидим. Там и мужчины, там и женщины, всех принимают. Мама сидит, слезами умываются, я так же. Да, конечно. Что делать? Надо раздеваться. Раздетая. Ну, в трущике как встала, заходи, раздетая туда заходи. А как же? Тут мужчин принимают. Тут девчат принимают. Да. Ага. Ой, ой, это я не знаю. Настолько, ну, не знаю, как рассказать. Вот так вот. Да, понятно. Ну, ладно, комиссия прошла, признали годной. И что, я приехала домой, и дня, наверное, через четыре мне повестка. Ага, повестка. Собрала мама меня. Повезла опять. Опять провожать поехала. Вот опять до Мари-Турека. Проводили, там нас посадили. Ведь у нас-то машины в Казани ходили. На эту, на лошадь, на сани. Посадили и поехали до Эшкарла. Ой, до Эшкарла поехали. До Эшкарла приехали. Нас переправили в Казань. От Эшкарлы Казань недалеко тут. Нас в Казань. Там формировались. В Казани на вокзале. Сидели мы, наверное, сутки трое. Это в Казани. Господи, воровство. Эти шпанат. Тот кричит, другой кричит. У меня сумку утащили, у меня мешок утащили. Ага, а нам только наказывают. Держите свои мешки. Мы с мешками. Мешки. Ой. А моя обувь положила лишнюю. Что ты? Поехала в валенках. Ну да. В валенках зима. Я в валеночках без галош. Просто валенки. Да, да. Вот. Это сейчас какая-то мокрая зима. Все время уже сколько. А у нас там зимы были. Зима как зима. Вообще ходили без галош валенки. Да, раньше-то вообще. Без галош. Зима за суровая. Ага. Ну и все. Ну и доехали. Вот тут мы, наверное, нас формировали в Казани, наверное, сутки. Трое или четверо были. Уж не помню теперь. И потом нас привезли в Москву. В Москву привезли на сортировочный пункт. Это был он, где же он был? Город Бабушкин. Город Бабушкин. Там был вот, там этот вот сбор был вот. И мы там тоже долго были на этом, на этом пункте. Тоже, наверное, неделю жили. И так, ну, кормить кормили. Так это, в общем, жили. Так жили уж, теперь не помню. Ну и вот. Теперь стали нас распределять. А, еще, еще жили в полку. Потом уж по полкам нас распределили. А с полков нас распределили по взводам. Взвод. И вот мы в взводе, это было, ой, не знаю в каком месте, где-то в лесу мы были. Ну и вот, и там мы учились, тоже, наверное, месяца два. Учили нас, все учили. А чего вас учили? А учили, вот, распределили меня прожекторную часть. Ах, прожектор. И вот учили, прожектор изучали. Автомашина была, автомашину изучали. Теперь этот, противогаз, винтовку. Все по частям, все учили. Потом на стрельбище ходили. На стрельбище ходили. Ну, первый раз меня стреляло, я, меня двинуло в ответ, в плечо. Да, как плечо болело. Конечно. Ну, из непривычки. Стрелять научили. И теперь пошли мы по точкам. А точки были возле, вот, мы стояли по Дмитрскому шоссе. Из-за, как это, забыла, как. Савеловская дорога. Да, Савеловская дорога. И там вот эти точки были туда, до Дмитрова, на каждой станции, на каждой станции точка. Точка, вот, наша прожекторная точка стоит, и рядом зенитка стоит. Зенитная точка тоже. Ну, зенитчиков было много. Нас было немного. У нас было, ну, наверное, всего 12 человек. Расчет у нас был. Вот, ну, там два начальника. Ну, да. И остальные, вот, мы все. Девчата, ребят было четверо, остальные девочки были. Я всех моложе была. Да. Я всех моложе была. И вот попало там уж такие, были москвичи, двое. Одна была учительница, она была с 20-го года уже такая, ну, взрослая была. Все-таки постарше. Постарше, ну, на 4 года, на 2 года, нет. Ну, я была самая молодая у них. Ну, и вот, ну, учили, каждый день учились, политика учила. Ведь мы всех знали, генералов всех знали. Ну, да. Да. Ну, обязательно последние известия за день. Это все знал, ну, звук. Ну, и вот так вот, когда немцы к Москве уже приближали? Нет. Нет? Нет. Мы когда приехали, и когда нас уж поставили, мы были на местах, уже немца не было, его погнали уже. Уже отогнали. Его погнали, да. Мы ничего, мы никакой бомбежки не видели. Не видели, да. Мы только охраняли Москву. Охранялись, стояли на посту. Через 6 часов мы менялись, на посту стояли. Так вот такие случаи были какие? Стояли на посту. Ну, это ведь не то, что стоять на посту. Мы опознавали все самолеты. Все самолеты изучали. Мы вот в профиль его знали. Вот какой самолет летит, как название. Двухмоторный, трехмоторный, это его видно. Но надо узнать, какая марка его. Вот это было трудно. Трудно было запомнить. Все-таки тут надо, как это, память. Хорошая, зрительная. Нет, нет, зрительную память надо. Зрительную память. Его же силуэт только видишь. Вот по картинке видишь силуэт. Ну да, конечно. Изучаем-то по картинке. Смотришь потом, вот его сопровождаешь. И вот где это мой, это днем ли, ночью ли летит, как свой самолет. Куда он полетел? По какому курсу? Это мы все знали. Вот теперь уж я забыла. Какой куда курс? Все знали. Телефон. Возле телефона стоишь. На улице телефон висит. И мы с винтовкой около блиндажа стоим. Ну смотрим свою территорию, чтобы никто не пришел. На 300 метров уже кричишь. Вот так вот видишь, человек идет. Не ладно, ну вот к нам идет. Кто идет? Пароль знали свой. Ну кто там, если свой человек идет? Он говорит, наш пароль. Его же никто не знает, этот пароль. То знаем мы одни. И вот только по паролю и пустишь человека. Хоть днем, хоть ночью. Хоть в любое время. И днем приходят. И порой скажут, пустишь. Не говорит, стоит. Ложись. Ложись. Ну, ложится человек. А то стрелять буду. Ложись. Были такие случаи, да? Были, были. Да, были. Ведь идут и пьяных. Пьяных-то тоже пьяные. Это шатались местные. Вот так. Да уж редко, какой идет. Уж пожилой. Таких-то и всех забрали. Не было. Ну, какие вот случаи. Я очень боялась темноты. Я до тех пор боялась темноты. Это прямо, я не знаю, вот это первый раз был у меня. Вот это мой эпизод. Ага. Теперь звонит. Так, слышим, уже вечером поужинали. Все сидим в этой, в ленинской комнате. Ну, может будут политику читать или что-то будут. Все равно будут какие-то занятия. Да, конечно. Так ведь не сидели, нисколько не давали. Все чего-нибудь. Все больше занимались. Все занимались. Пока вот были в армии, и все время одно и то же изучали. Все изучали. Ну, зато все знали. Вот. За Богом, действительно. Ну, и вот, слышу звонок. И этот начальник говорит, хорошо, есть. Ведь было как, нехорошо, а есть. Есть. Сейчас вышли. Ну, ладно, и вот. Ой, а я сижу, подушка рядом. Господи, я говорю, сейчас ведь на командный путь пошли. Это я и шепчу. Ой. Я ни за что не пойду, я так боюсь. Вот так. А он, наверное, может, и услышал. А может, я никогда не ходила, он, может, меня поэтому послал. Время уж было девятый час. Вон, красноармейец Мошкина, зайдите ко мне, к ему комнату. Ой, у меня ноги задыгали, ноги задыгали. У меня все, и слезы уже вот-вот-вот, сейчас, думаю, сейчас, сейчас вот закапают. Ага, прихожу, слушает товарищ сержант. Ну, и вот он говорит, давайте собирайтесь и на командный пункт. Я говорю, я боюсь, я не пойду. Отставить он на меня, отставить. Как отставить? А у меня слезы ручьем. Отставить плаканье, да. Перестаньте истерику заводить. Ага. А ну, стой смирно. Ну, стою как по струночке. Да, девчоночке. Есть идти, пошла. Одевайтесь, идите. Пошла, оделась. А идти было километра, наверное, три или, может, даже больше. До этого, до Кабантового пункта. Он был в лесу. И вот идти надо было через станцию. Ну, станция-то недалеко от нас была. Ну, может, метров 400, 300. И прямо это, в поле и в лес. Ага. Поле. Прямо зайдешь, ну, может, вот так метров 300, начинается сад, колхозный сад. Такая большая изгородь, это возле дорогу ту, большая изгородь. А с другой стороны поле. Ну, так, наверное, километра полтора идти. Садом и поле. А дальше глушь, уже дорога сворачивает. Дальше идти лесом. Лесом. Ага, лес. Ну, что, идешь. А ведь везде темно. Конечно. А ведь маскировка. Везде, нигде, нигде ничего нету. Никакой искорки нигде не видать. Все, идешь в поле. Ой, это, в темноте. Ой, как же я плакала. Я всю дорогу. И плачете. Всю дорогу. Навзрыт. Вот, навзрыт. Ага, пришла, туда пришла, не пускают. Ведь далеко въедят, не пускают. Ага, ну, говорю свой пароль, а у самой не говорится. Да, конечно, страх. Ой, пришла, пропустила меня. Ну, там уж знали так вот кое-кого мы. Ведь бывали же там, вместе сборы были. И так знали. А начальника пришла меня, пропустите, к начальнику. Мы пропустили. Ему докладывайте сама. Он, оставить Мошкин. А там уж он позвонил. Он уж позвонил. Позвонил, он мне уже сказал. Позвонил, там же знают. Истерику. А я, он, отставите стерику. Что вы? Что вы, что побил или что? Никто меня не бил. Ой, мне просто страшно. Мне просто страшно. А как вы думаете, не страшно на войне? Вот где находитесь? Ага, где вы находитесь? Ой, ну ладно, дело сделали. Пакет дали, пакет засунула. Пошла опять. Пошла, опять со связами. Ага, опять со связами с пакетом пришла. Вот пришла к ему, доложила ему. А сама... Ой, девчонки мои, да. Ой, ой, ой. И он меня мучил полный месяц. Хоть бы раз. Он меня полный месяц мучил. И все посылал, да? Все время посылал. И все ночью. И все ночью. И все ночью. Вот вечер, ну когда, может, маленький пораньше, может, часов в шесть. Вот, и все вот вечером. Днем кто-нибудь пойдет там. Меня ночью посылает. Ага, и вот если мне не на пост идти, может, я только с поста пришла, он тогда не пошлет. Или мне на пост идти вот через два часа. Ну понятно. На пост идти. Мы же через шесть часов менялись. Ну-ка, как подойдет тебе смерть. Ну понятно, понятно. Ну, значит, он вас отучил бояться темноты. Да. Все, вы перестали бояться. А потом уж я привыкла. Да, да, да. Я привыкла. Ну, может, я недельки две проходила. Уж я плакать не стала дорогой. Тут боюсь плакать у него. Ты что? Он еще наряд даст. Он еще вот заезд. И строго было. Да вы что? Что вы? Конечно. Он еще скажет потом, вот будете полымать через два дня. И вот так. И будешь и полымать все время. И стоять на посту и туда. Ну все. И вот он меня мучил. Мучил, мучил, мучил. Рюмс-панэ. Вот. Ну и все. И вы все вот до конца войны там же служили, да? Да, и все в одном месте. Еще в одном месте. Все в одном месте. И День Победы вы встретили там? Все вместе, все вместе. Вот со своим расчетом. Потом пошли в свой, это вот наш был. Потом мы пошли не в полк, а ну да, в полк пошли. Там вместе опять встречали. Все вместе. Вы можете нам вот, у вас фотографий много рассказать, кто это, кто там ваши друзья. А, кто подружки. Подружки, да? Взять. Да. И мы сейчас туда подойдем сюда, подойдем туда. Да, прям подойдем туда. Так, а это, куда я, очки-то, куда я делаю? Вот они, вот они, очки-то. Да, вот он. Вот вы прямо, и так, ты показывай, откуда. Вот вы прямо рассказывай. Так, ну это я сама, это вот во время войны. Это вот меня взяли в армию. Вот такую меня взяли в армию. Это вот я уже служила. Вот я стою. Вот, это я служила, это наш расчет был. Вот. Теперь, ну это паренек мой был. Так, это вот моя подруга. Мы с ней вместе служили. Вместе в одной, на одной точке жили. Это с моей подругой. Так, потом. Всех уж потеряла ведь я. Ну вот теперь. Это наш полк был. Это наш полк. Полк был в бабушкино. Вот. Ну где вот там чего, можно мелко не вижу, а ничего. Это тоже вот эти мои подруги, мы вместе. Это вместе наш расчет. Все вместе были. А это вот наш взвод был. Это взводный уже. Это вот только наша точка была. А это вот взвод наш был. Вот я стою с винтовкой. Это у нас на точке снимались. Вот это я стою на посту. А это эти. Вот небось ведь можно перефотографировать, да? Покрупнее сделать. Да. Интересно. Так было бы интересно, какие дела. Ну, а так немцы все гнали. А мы все вот эту материальную часть чистили, да изучали ее. Ну надо, надо. Охраняли, охраняли, охраняли. Самое главное, конечно. Вот не пропускали ни одного самолета, не дай бог, вот пропусти. Ага, оттуда, откуда-то уж звонят. Через вашу точку шел самолет такой-то. Какой самолет? Вот пропусти, ну-ка, буду думать. И бывало так, что не можешь опознать, вызываешь, выскочат. Все выскочат, все узнаем. Ага, какой летит самолет? Да, конечно. Вот так вот. Да. Ремсиповна, у вас награды есть? Какая вот для вас самая памятная? Да какая памятная? Вот за Москву у меня медали нет. У меня есть только одни справки. Удостоверение, да? Да. Потому что медаль была Марийской. Я потом уехала, вышла замуж, уехала. И вот, и когда я позапрошлый год только поехала туда, может, моя медаль там лежит. Ну, нигде. А вот сюда как-то я, вот, можно было пораньше-то написать, может быть, дали бы здесь мне медаль. Оттуда бы справку дали. Ну, да, конечно. А вот тут я ходила сюда, в военкомат, уже нету медалей. В общем, отказали медали. Ну, самое главное, то, что она была вам назначена. Была, была, была. Справочка есть у меня. Орден, вот смотри. Ну, я тут, да, этот вот орден. У меня вон, там вон все документы лежали. Ну, ясно, что вы без документов носить не будете. Эти все, эти уж какие вот, такие, юбилейные, юбилейные. Потом две медали за мой труд, совхозный. Да, 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 да. Вот. У вас, а какие за, вот, в мирное время вы получили? А можно стать-то нельзя? А. Ну, меня. Вот это орденская книжка. Это книжка, да. Это ветеран труда. Это, смотрите, ветеран труда. Ветеран труда. Да, это вам в 87-м году. Ага. А потом еще есть у меня. Ветеран труда. Еще есть. Это, это чего тут? На дачке, надеюсь. Это тоже, да? Да, это тоже. А это какого? А это 80-го года. 80-й год. Да, вот. Теперь, вот еще есть, вот. Ветеран труда. Это вам два ветеран труда. Да. 80-й год. И коммунистического труда. Да. Вот. Ударник коммунистического труда. Да, 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 да. Да. Ударник коммунистического труда. Да. Вы, как на войне, вы, честно, добросовестно, все свои годы отбыли, так и здесь, в мирное время. А здесь, а здесь, я... Вы так честно, добросовестно работали. Вот награды говорят об этом. Пришла с армии, пошла учиться, закончила я школу, ой, как она называлась эта школа, ну, в общем, на бригадира, на счетовода, я счетоводом поработала мало, вышла замуж, туда к ним в деревню пришла, у них там был свой бухгалтер, я работала учетчиком. Учетчицей. Ага. И у меня трудовая книжка, начаток, учетчик, тракторные бригады. А в совхозе Ленина вот у нас здесь вы работаете? А здесь, в совхозе Ленина, я работала в поле, в поле, куда пошли, и вообще, куда посылают, вот, куда посылают. Тут вот, как на пенсию идти, наверное, года за четыре, я ушла на заправку, на заправке здесь работала, ага, машины заправляла. На бензоколонке работала, у себя в совхозе. Одним словом, вы ни от чего не отказываетесь? Нет, и так вот, куда с этими снаемными рабочими, меня все время посылали. На расчет, вот, рассчитывала этих... Честно заработали свою. В общем, заработала. 42 года у меня. 42 года. 42 года стажа. Да. Рима Степанне, а что вы пожелаете нашей молодежи? Да что я пожелаю? Оль, господи, трудиться честно, вот, ну, как-то бы, вот, вот, завоевать себе жизнь-то не знаю как. Уж больно, непонятно, что вот она молодежь-то? Ну, что она, при чем вот она молодежь? Как вот это будет? Это не знаю, от кого зависит. Наверное, свыше, кто нами руководит. Вот именно, именно, что молодежь? Вот эти девочки, ну, что они девочки? Хорошие. Да, девочки хорошие. Мальчики хорошие. Да как же. Ну, ну, какое поведение, я думаю, вот, я не знаю, я детей своих воспитала тружениками. Они такие же труженики у меня. Все работают. Ну, они учились долго. Вот сын-то, он 23 года учился. Дочка, вот, последняя, она тоже 18 лет училась. Теперь вот эта средняя дочь, она мне инженер по строительству. Она тоже 12 лет училась. Ну, видите, конечно. Так они все это, ну, не то, что вот разом вот они учились, они вот все как-то перекофицилили. Да, перекофицилили. Ну, ну, не могу выговорить, зубы переработали. Ну, нашли, искали свою дорогу в жизни. Да, вот нашли. У всех квартиры хорошие. У той трехкомнатной, у другой трехкомнатная. Ну, и слава Богу. Ну, отдавела я рано. 13 лет пожила всего. А заслуга Ваша еще в том, что троих детей выросли. Трое детей уехала с родины оттуда. Там, ну, глушь. Я детей повезла. Вот эти, сын и вот эти, ну, да, вот все они, все трое не бывали никуда. Живого поезда не видели. Я их увозила, оттуда увезла. Я жила... Из Марийской, да? Нет, ну, из Марийской я уехала. Я вот в Марийской уехала в Новочеркасске. Я в Новочеркасске жила. Я там четыре года жила. А потом вот сюда у меня здесь и тетя, папина сестра была. Помвела. И моя сестра родная здесь. Ну, вот так что поближе. Да, приехала вот я ко своим сюда приехала. Ну, а здесь, да, место у нас хорошее. Дети, дети уже здесь доучились. Ну, у меня сын-то, он учился в Ростове. Он у меня моряк. Он семь лет плавал. Ну, а потом вот, глядя, ушел с моря. Переучился. Переучился. Ага, тоже академию закончила опять. Молодцы, конечно, ваши дети. Так вы... И вот так и прожила одна. Ну, вы знаете, что в тебя, наше счастье в детях. Ага, все учила. Все вот что-то думала, мне легче будет, лучше будет. Ну, счастье-то у вас, видите, какие прекрасные. И внуки, и правнуки есть. Так что все очень... Ой, внуки хорошие. Такие же трудяги, такие же работяги. Ну, да. Рюмс-Панель, вы простите, пожалуйста, что мы тревожим ничего своими расспросами. Ничего, это надо, вы за этим пришли. За этим пришли. Ну, мы хотим, да, чтобы вот младшие поколения, наше вот теперешнее поколение, они увидели бы вас, защитников своей Родины. Вот увидели. Запомнили бы и знали, каких трудов это стоило. Это все, можно сказать, вот молодости не видели. Да, вот что ты делаешь, что оставили... Только со школы, юные годы, и вот все это пошло, пошло, пошло. Да, оставили молодость свою, да. Тут вот эта война, и все вот... Ну, все с честью, главное, все с честью выдержали. Мы здоровья вам желаем крепкого. Спасибо. И быть вот такой же энергичной, такой, знаете, как в молодости. Ну, не боитесь теперь темноты, конечно. Хоть пожелать вам, знаете, мира. Боялась, боялась еще темноты, когда вот муж умер. Ох, я очень боялась. И вот я уехала из дому, и была настолько рада. Уж думаю, он ко мне здесь не может, не придет. Ну, что ж, это все по-человечески понятно. Мира вам. Ну, и вот, ну как молодежи, ну как молодежи, всего хорошего желаешь. Не знаю, все ведь это не от нас зависит. Ну, конечно, то, что вы сделали, вы все сделали с честью. Правильно, дети прекрасные, вот я повторяю. И дай Бог вам, конечно, хорошего-хорошего здоровья еще на долгие годы. Ой, нету. На радость своим детям, внукам. Видите, как вам внуки льут. Ну, как же, вот куда, вот. Ну, все, все хорошо. Этот со мной вырос, он так и со мной и остался. Никуда не идет. Не идет. Бабуль буду с тобой. Ну, очень даже хорошо, это приятно. Ну, так вас любят. И к матерьке своей не пошел, и к тёще не пошел, никуда не пошел дома. Мир вашему дому, большой вашей семье, и всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует...